Уважаемые братья, сегодня хотелось напомнить нам всем наставление пророка Мухаммада, одному из своих сподвижников. И этот сподвижник, второй после послания к Аллаху, познания Кур'ана, Тафсира, так как пророк Мухаммад, попросил у Всевышнего Аллаха за него дай ему понимание в религии и дай ему понимание Тафсира, обучи его Тафсиру. Эти наставления, которые пророк Мухаммад сделал этому сподвижнику, из поклон веков передавались. Если кому-то из праведных пришественников приходили люди, чтобы спрашивали у них наставления, они наставляли их посредством этого наставления. Даже один из салифов, один из пришественников праведных сказал, то есть я столько изучал этот хадис, столько к нему возвращался, столько возвращался к этому напоминанию, к этому наставлению, чуть не потерял свой разум из тех польз, которые в нем есть. И это наставление пророка Мухаммада, с подвижнику Ибн Аббасу, рада Аллаху Анху, я научу тебе словам. То есть обращение посланника Аллаха, салаллаху Аббасу, о мальчик, я научу тебя словам. После этого пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему назидательные слова. Если ты просишь что-то, то спроси Аллаха, субханаху ата'аля. Но перед этим он сказал ему, Оберегай Аллаха, субханаху ата'аля. То есть те знания, которые дал тебе Аллах, субханаху ата'аля. Оберегай Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля, в поклонении ему Аллаху, субханаху ата'аля. То есть остраняйся от греховного. Остраняйся от греховного. И также следуй тому, что тебе Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, повелевал. Аллах, субханаху ата'аля, повелевал читать намаз. читай намаз. Аллах Субхану Таля описывал верующий и сказал они оберегают свои намазы то есть не оставляют читают свои молитвы если Аллах Субхану Таля тебе запрещал что-то, то ты должен оставить это. То есть всегда поминай храни Всевышнего Аллаха Субхану Та'аля тогда Всевышний Аллах Субхану Та'аля тебя тоже будет оберегать то есть награда такая же награда подобна деянию ты будешь беречь Аллаха Субхану Та'аля повеление Аллаха Субхану Та'аля и Аллах Субхану Та'аля тебя будет беречь Аллах в Коране сказал поминайте меня я о вас вспомню если вы поможете Всевышнему Аллаху Аллах вам поможет если вы поможете делать благое на пути Аллаха Субхану Та'аля то Аллах Субхану Та'аля вам поможет и укрепит ваши стопы То есть как и в этой жизни, иншаллах, на прямом пути, так и муфасиры сказали в судный день, иншаллах, насырать на мосту. Аллах, субхану ата'аля, будет беречь во всем, иншаллах, в наших богатствах, в наших детей будет беречь Аллах, субхану ата'аля. Аллах, субхану ата'аля, будет беречь, иншаллах, выше этого нашу религию, иншаллах, биддин иллах, субхану ата'аля, нас будет беречь на этой религии. После этого продолжил посланник Аллаха сказал Береги Аллаха, тогда ты увидишь его перед собой То есть Аллах всегда будет с тобой Никогда тебя не бросит Поэтому если раб Всевышнего Аллаха приближается Ко Всевышнему Аллаху, поминает его Оставляет запретное, выполняет приказы Всевышнего Аллаха Всегда с ним будет Аллах После этого пророк Мухаммад салалаллаху алейхисалям продолжил и сказал После этого посланник Аллаха салалаллаху алейхисалям продолжил и сказал И как на сегодняшний день мы видим, что человек привязывает свое сердце к рабам Всевышнего Аллаха, ждет что-то от раба Всевышнего Аллаха. Даже можно это заметить, когда человек приходит с какой-то проблемой и говорит, вот у меня такая-то проблема, на работе проблема, здесь проблема, семейная проблема, сделайте что-нибудь там, вот как бы я от него прошу, от этого человека ничего нет, на последнее только, в последнее время, когда ничего не получается, приходит просить у Аллаха. Если Всевышний Аллах пожелает, скажем, управляющему или директору этого человека, где он работает, то он его там примет на работу, даст ему, выдаст ему зарплату. Если Аллах не пожелает, то ничего это не будет, потому что все сердца принадлежат Аллаху. То есть сердца рабов в руках Всевышнего Аллаха. Поэтому сердце верующего человека должно быть привязано с Аллахом. Проси того, чьи врата открыты всегда, только на него полагайся, на Аллаху. Всевышний Аллах в Коране сказал, «О, Мухаммад, если обо мне спросят мои рабы, то я близок». То есть в этом вопросе обращения ко Всевышнему Аллаху он даже не поставил в посрединство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. «Я отвечу на мольбу молящего, если он будет молить». Также Аллах, субханаллах, близок, Аллах, слышащий, видящий. Поэтому сердца наши должны быть привязаны только со Всевышним Аллахом, субханаллах, и просить Его. Сколько людей обращаются к богатым людям, стоят у них, перед ним делают какое-то, проявляют лицемерство, думают, что он ему чем-то поможет. Он даже риск думает, что у него риск, в его руках риск. Субханаллах, риск биядиллях, риск в руках Всевышнего Аллаха, субханаллаху атааллах. Он даже себе риск не может взять. Аллах ему дает риск. Поэтому просить нужно только в Аллаху, субханаллаху атааллаху 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 атаалла И сказал, Если весь народ, джинны и люди, соберутся, чтобы тебе в чем-то помочь, только в том помогут, в чем Аллах тебе предопределил. Если все люди джинны соберутся, чтобы тебе в чем-то навредить, они смогут навредить тебе только в том, что он предопределил тебе Всевышний Аллах. Подняты перья и высохли страницы. То есть это было предопределено Всевышним Аллахом. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, обращаясь к сахабам, сказал, Стесняйтесь Всевышнего Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям. Тогда они спросили, а что им подразумевается под истинным стеснением у посланника Аллаха? Это когда человек оберегает свою голову от плохих мыслей, также оберегает свой взор, свой слух от плохого, запретного. Как Аллаху, субханаллаху алейхи вассалям в Коране сказал, поистине и зрение, и наши взоры, и наши слухи, и наши сердца, все об этом будет спрошен в Судный День Человека. Раб Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям. И пусть оберегает свой живот, сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, и то, что в нем находится. Пусть оберегает свое сердце от плохого, пусть оберегает свой живот от мухаррама, от запретного, от риска того, которое запретно ему, от нехалала. И также пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, и пусть вспоминает больше о смерти и о бедах, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И кто это сделает, эти вещи, тот будет истинно стесняться Всевышнего Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям. И последние слова в этом хадисе, в этом наставлении, Хафид ибн Раджаб, в шарх арбаин нававия, это 16-й хадис из арбаин нававия, он сказал, что вот эти последние концовки этого хадиса, если все люди джинны соберутся, чтобы тебе в чем-то помочь, и все люди джинны соберутся, чтобы тебе в чем-то навредить, не смогут этого сделать только в том, что предупредил Всевышний Аллах, субханаллаху алейхи вассалям. Он сказал, то есть весь смысл хадиса опирается на это последнее. Поэтому просим Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям, чтобы наши сердца были привязаны ко Всевышнему Аллаху, субханаллаху алейхи вассалям, чтобы Аллах, субханаллаху алейхи вассалям, сделал нас истинными рабами Всевышнего Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям. Всевышнего Аллаха, хотелось бы напомнить историю, коротенькую историю Уммы Муса, мамы Муса, алейсалям. Когда она была беременна, а когда женщина беременна, она радуется своим зародышам, своим плодом и ждет его. Тогда Аллах, субхану тааля, повелевал ей, когда, если ты его родишь, то, если будет притеснение в то время, во время фараона, убивали мальчиков, то положи его в сундук, табут. То есть, положи его в сундук. И она, Умма Муса, когда пришло это время, после трех месяцев кормления, положила его в сундук. Знаем, что детей нельзя хранишь в сундуке, но она положила это, поцеловала его, положила его в сундук. После этого Аллах, субхану тааля, ей повелевает и сказал, брось его по течению реки. Субхану Аллах. Не сказал, положи его по течению реки, брось его, возьми своего ребенка, которого ты родила, которого ты кормила, брось его по течению реки. страшно кто из нас может своего ребенка положить и бросить по течении реки даже если у кого-то ребенок в больнице он постоянно смотрит на телефон там позвонили что с ним случилось даже если он просто простудился но это амру иляхи она боялась аллах сказал не бойся хорошо не буду бояться но буду скучать по своему ребенку и не скучай не печалься луку минал мурсалин поистине мы вернем его тебе и сделаем его из числа посланников она взяла бросила его покормила его как имам ахмад приводит пророка мухаммада саллаху алиса на фауаллахи лави лави ла иллаха иллаху сказал посланник аллах клянусь аллахом которого нету божества помимо него орда от ума мусса мусса минсадии айман а на и широк и шанс то есть когда уже сходило солнце утром она его покормила с правой груди фарада уллаху илейха оба мальгу руби шанс фарда от хумин садии халайсар и когда она вернулась когда в этот же день когда садилось уже солнце аллах вернул ее ребенка к ней и она его накормила с левой груди вот это есть истинный табаккалин аллаху наталья просим аллаха чтобы это не остались просто писание которые мы читаем чтобы мы смогли иншаллах полностью полагаться на всевышнем аллаху субханаху атеаля и быть счастливыми в этой жизни и вечно инна аллаху малайкатуху юсаллун على النبي яйуха الذин аману салу алейху салиму таслима и яйуха 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 и яйуха 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 яйуха